Я еще раз здравствуйте. Мы с вами четвертый раз встречаемся на теме искусственного интеллекта. Я планировал, что будет три лекции на эту тему, но вот мне показалось, что есть что сказать в четвертый раз. И в этот раз, я думаю, что есть идеи, которые, можно сказать, такие ключевые, позволят немножко порыться внутри, потому что раньше это были более такие обобщающие вещи. И, собственно, тема достойна того, чтобы говорить о ней дальше, потому что события действительно эпохальные, на мой взгляд, не лишняя вся рефлексия, потому что человечество еще не разобралось. Ну и самое главное, нет решения. Ведь сенсация возникла потому, что вот то, что произошло с чатом GPT, это было неожиданно даже для самих разработчиков. И, собственно, ответа до сих пор и не нашли. Ответ обычно не спрашивают у философов. И вот те, кто сегодня говорят, совсем другие люди. Но я напомню, что вообще об искусственном интеллекте в первую очередь первыми заговорили философы, потом эту тему подхватили и развили всякие фантасты-литераторы. И вот уже, собственно, когда она совсем скисла, сейчас к ней вернулись программисты. Вот то, что говорят программисты, это очень интересно, но я там не вижу как раз объяснения, почему это произошло, почему заговорил GPT. Да, разработана модель, которая работает. По сути дела, вот то, что сегодня говорится, это вот с той или иной стороны обкатывается то, что модель работает. А вот почему она работает, на это никто не может дать ответ. Вот я попробую, уже опираясь на философские концепции, надеюсь, здесь философская мысль будет востребована. Итак, почему же вот GPT заговорил, да, такой непредусмотренный скачок, и главное, что здесь удивило, в том числе и разработчиков, ну, во-первых, конечно, это осмысленная речь, по сути дела, вот главный барьер тест Тьюринга был абсолютно полностью выполнен. На сегодня вот то, что сделано, эта машина, ее практически не переговоришь, будешь практически всегда уверен, что ты разговариваешь с человеком. Так что здесь, да, мы находимся уже в следующей стадии этой эпохи искусственного интеллекта. Вот, но, конечно, наиболее впечатлило всех то, что многие вещи, которых и не обучали, он сам именно научился, да, например, иностранные языки, и сам именно обучился, и научился прекрасно переводить, конечно, великолепно, но еще, наверное, более удивительно то, что, опять-таки, мы не изучали математику, он сам ее изучил, его не обучали программирование, он сам смог программировать. И, по сути дела, то, что сейчас происходит, это не столько обучение, а сколько уже самообучение искусственного интеллекта на основе загружаемых данных из всяких справочных книг интернета. Ну, вот, пока мы удивляемся, а вот какие именно факторы сделали вот это возможным, на это ясного ответа нет. Что это? Эффекты новой технологической инновации, вот то, что вложили в GPT, скажем, машинного обучения, возможность общения с пользователями и их коррекция, там, или это может быть мощность системы на сегодня, там, та серверная группа, которая обслуживает вот эти вот математические модели, стоимость часа, там, я читал, стоит 2,5 миллиона долларов, да, то есть никогда так много ресурсов не собирали, конечно, они много могут просчитать. Вот, но, конечно, количественный фактор тут явно недостаточно для таких качественных скачков. Вот, или, может быть, это пиар-эффект от вот нового форм-фактора, и тоже многие говорят, что GPT-3 был, в общем-то, то же самое, что 4, только сделали в формате чата и открыли его, и тогда действительно он стал всем доступен, всем интересен. Вот, это тоже. Вот, но я думаю, что все это недостаточно, чтобы объяснить, не говорил, мог раньше решать только узкие такие задачи, и так, достаточно приземленный, и достаточно отдаленно от идеального результата, и вдруг вот такой эффект. Вот, мой ответ, и я его здесь озвучился в самом названии нашего вебинара, что на самом деле заговорил не GPT, а заговорил язык. И вот с этим предлагаю нам всем разобраться, что я имею в виду, и почему так можно утверждать. Все ли мы знаем о нашем языке? Казалось бы, ну, очень много, потому что XX век, как я уже подчеркивал, это эпоха лингвистического перехода, философии, вообще развития языкознания, филологии. Мы изучили в языке все, но мы не открыли в нем искусственный интеллект. Это произошло только сейчас. И вот это открытие надо и самим нам осмыслить. Ну, а сделаем мы это с помощью ключа, который нам дает структурализм и постструктурализм, изучающий внутренности языка, исследование природы кода и языка, теории цифровых систем и коммуникации. В общем, чтобы понять, почему, как язык заговорил в форме GPT, нужно собрать вместе науки о коде. И это довольно большой пул знаний, к нему весь XX век шла наука, и прежде всего в своем направлении исследования рациональности. Активно велся поиск концепции рациональности, а именно это нам дает ключ к пониманию работы искусственного интеллекта. Вот обращаю внимание Пиама Гайденко, наш отечественный философ, очень большой вклад в это вела. И я бы выделил здесь несколько направлений, потому что работа действительно глобальная, и каждый немножко по-своему осмысливал вот эти вещи. Конечно, в первую очередь рациональная, рационалистическая немецкая мысль, и в рациональности здесь больше всего сделала вклад феноменология Гуссерля, исследует такие понятия, как интеллектуальная интуиция, как работает сознание, понимающая социология Вебера и дискурсивная теория Хабермаса. Вот это, мне кажется, ключевые вещи. Следующий очень весомый научный вклад дала англо-саксонская мысль. Здесь я включаю направление Людвига Бенгенштейна. Это, прежде всего, весь комплекс наук связан с семиотикой, семантикой. Это философское направление лингвистического позитивизма в лице венского кружка. И это, конечно, аналитическая философия, ну, наверное, наиболее представительная сегодня философская ветвь на Западе. Нельзя обойтись без французской философии, с ее остроумием и оригинальностью. И здесь мы будем к ней обращаться не раз. Структурализм, предложивший социальную теорию языка, и его развитие в постструктурализме, который предложил, так скажу, социальную теорию кода. Здесь рядом когнитивная психология Пиаже Кольберга, которая позволяет нам психологически рассмотреть когнитивные явления. Ну, и, конечно же, вклад информационных наук, я здесь уже не в национальных школах, это информационно-коммуникативный подход Винера, который здесь ключевую терминологию задал, и фундаментальную социальную философскую теорию, теорию кода Никласа Лумана. Вот такой вот багаж для того, чтобы мы смогли выстроить какую-то рациональную схему объяснений, как возник искусственный интеллект. Ну, обратимся вообще к коперниканскому повороту, который произошел в лингвистике. И мы, так сказать, как раз видим его результаты. Давайте вспомним, что до 20 века и язык, и речь вообще не представляли интереса для философии, для объяснения разума и мысли. Они воспринимались просто как некая форма, оболочка мысли. И метафизика, которая до 20 века определяла все понятия, она между своими ключевыми науками, антологией, теорией, познания вообще не находила места языку. И наука о языке и речи, она существовала с древних времен, мы знаем, это риторика с античности. Но рядом вот с философскими учениями о сущности и истине она стояла во втором ряду. И вот тогда язык и речь понимались очень долго, в первую очередь, как средство выражать мысли и украшать истину. Это как выражение ораторского искусства. Но вот отношение к языку переживает эволюцию и уже ближе к нашему времени язык начинает трактоваться как посредник между мыслью и человеком. То есть важная вещь. И наконец мы приходим к тому, то есть некоторые там философы, что язык является интерфейсом мысли. Да, язык всегда сопровождает мысль, без него нельзя обойтись, без него никакие построения теоретически, по гносиологии и еврестики не имеют смысла. И вот мы пришли к тому, что пора перевернуть доску. Язык не последний оказывается, а первый. И первый, кто поставил эту новую нас в новую ситуацию, Людвиг Кюргенштейн, провозгласившись, то, чего нельзя сказать, невозможно и помыслить. То есть все, язык как раз слился с мыслью. Это просто было на самом деле типа как воздуха, которым мы дышим, но не замечаем, что он нам нужен там каждую секунду. Вот так вот и с языком мы просто не заметили того, что всегда с нами. И вот уже исходя из этой вот перевернутого коперниканского поворота, уже не язык является продуктом мысли, а мысль продуктом языка. Не мысль условиями языка является, а напротив язык условия мысли. То есть язык первичный. И, конечно, это, ну, огромный колоссальный переворот, неожиданный для традиционной мысли. В общем, язык не посредник, язык не эпифеномен. Это центр, и реальность дана в языке. Язык и есть мир. Язык и границы мира. Вот такие вот выводы следуют из этой новой постановки вопроса и аналитической философии, как я сказал сегодня, очень внимательные, влиятельные. Она так и ставит вопрос, что познавать на самом деле нужно язык, а не мир. Мир в языке, а не сам по себе. И что это значит? Что если раньше философы не допускали идентичности бытия и языка, то есть это совсем разные вещи для них были. Они спорили об идентичности бытия и разума, да, вот это был всегда предмет разговора. И формулировали, как Гегель, то, что действительно, то разумно. И точно так же философы не допускали идентичности разума и языка. То есть речь воспринимали, как, я сказал, форму, материальную реализацию разума и языка. Это некая насыщенная помехами субъективизм. Форма. И вот если убрать эти помехи, что мы получим? Язык своей чистоте и идеальности. Получим то, как говорят боги. В общем, это уже серьезный заход. И, соответственно, пришло время пересмотреть эти допущения. Что мы с вами сделаем? Ну, давайте вот к важным основам. Здесь мы обратимся к французскому структурализму, который стал раскрывать язык как структуры. Именно Де Сассюр и его последователи стали анализировать языковое пространство через структуры языка. И сам язык представили как ключевую рациональную структуру, построенную по законам. И вот то, что они открыли, то, что зависимость и связи в языке – это твердые законы. Но законы совсем другие, чем те, по которым построена природа. Это интеллигибельные законы, на основе которого построена культура, и по ним устроен человеческий мир. И я уже не раз обращал внимание на тоже очень интересный радикальный вывод из этой позиции, который сделал Леви Стросс, исследователь первобытного мышления. Исследуя совершенно примитивный порядок культуры, он открыл, что даже вот такой и примитивный, более сложный социальный порядок устроен по модели языка. По сути, любая социальная структура есть некий язык. И вот наиболее интересные обоснования вот этих тезисов были в его исследованиях родовой структуры древнего общества, из чего он делал вывод, что вот обмен женщин в роду, а это ключевое действие, на котором вот вся жизнь рода строится, это и есть язык общения первобытного общества. Эти вещи мы с вами детально не будем на них останавливаться, ну, по-моему, это уже не первый раз вот эти вот ключевые реперные точки называют. Ну вот зафиксируем этот такой мощный вывод, что язык это, по сути дела, и есть генеративная модель порождения общества. А общество это продукт генеративных возможностей языка. И вы видите, мы буквально в два шага уже оказались очень близко к тому тезису, который я озвучил в самом начале. И то, что говорит язык, а не искусственный интеллект, уже не так удивительно. Давайте, тем не менее, еще несколько базовых понятий включим наше рассуждение, которые научили нас совсем по-другому видеть и мыслить язык. Прежде всего, это представление о языковых играх Витгенштейна. Языковые игры это локальные языковые формы, не полный язык, данный нам во всеобъемлющем формате, естественный язык, которым мы пользуемся, а это те локальные подъязыки, субъязыки, которые мы создаем и используем в различных наших жизненных сферах, ситуациях. Ну, например, внутренний мир компании – это языковая игра этой компании. То есть здесь используется не весь лексикон, условно говоря, и правила, а какая-то специфическая для их коммуникации ограниченная терминология. И вот по представлению Витгенштейна коммуникация практически вся соткана из таких вот языковых игр. Второе понятие, тоже масштабирующее представление языки – жизненный мир Гуссерля. Это осмысленный посредством языковой практики коммуникативный локальный мир. То есть жизненный мир, ну, мы с вами вот тоже что-то представляем, вот коммуникация повседневная, да, она в ней как, она опирается как на скелет, на языковую коммуникацию. И вот все коммуникации жизненного мира, то есть, по сути дела, все наши виды общения, они имеют вот этот скелет в виде языковой рациональности. И что важно из этого понятия, вывод, то, что вот этот языковой мир, жизненный мир, он первичен, а не вторичен. И для человека природа погружена в языковой мир, а не наоборот. И, соответственно, вот к этой первичности рациональных языковых структур для человека и вторичности природы мы еще вернемся как очень важный такой параметр оценки искусственного интеллекта. Так что вот то, что я уже не раз ввожу третье понятие, о которой мы тоже будем оперировать языковой мир, это я просто использую как эквивалент жизненного мира, потому что вот с этой метафорой жизненный мир немножко другие ассоциации, чем с более точным представлением о языковом мире. И вот искусственный интеллект, он входит в языковой мир, как входит в него ребенок, который тоже сначала ничего не понимает, начинает понимать только вместе с этим вхождением. И об этом вхождении мы как раз потом детально поговорим. Ну а сейчас вот структура нашей лекции, по которой мы пройдемся, которая соответствует тому порядку смыслового мира, который нужно пройти, чтобы понять, как его прошел искусственный интеллект. Ну, во-первых, это некий порядок или ось построения смысла. Она у нас определяется логикой и разработана в таком классическом наивном метафизическом подходе. Раньше вся наша проблематика этими ограничилась. Логика как разум, как рациональность. Тем не менее, вот как я подчеркнул, в 20 веке входит порядок языка и знака. То есть то, что мы говорим, обуславливает смысл того, что мы говорим. И тут результаты определяются во многом грамматикой языка. И для искусства, искусственного языка это тоже своя важная плоскость. Этот порядок исследуется благодаря, в рамках лингвистического подхода. Ну и порядок коммуникации, который определяется дискурс. Это коммуникативный подход. И тут уже результаты всего, что было выше. Вот по этим ступенькам мы с вами пройдем. И начнем от построения смысла. От грамматики в логику. И вот, собственно, вот это тот же такой рубеж неожиданный, который на самом деле прошел искусственный интеллект. Потому что это разные домены мысли. Те, кто занимается логикой, почти никогда не занимается грамматикой. И наоборот. А это совершенно неправильно. Вот это вот некое такое упущение. Потому что, ну если мы свяжем эти два, две вещи. Что такое логика? Логика отражает рациональное отношение реальности и познания. Да, она абстрагируется от языка. А грамматика отражает правила построения языка. И как наука абстрагируется от логики. Но если допустить их тождество, то окажется, что правила грамматики будут порождать законы природы. И вот такое допущение сделал великий лингвист и философ Наум Хомский в своей теории генеративных грамматик. Который показал, что грамматики способны и порождают собственные языковые миры. И вот эти вот языковые миры, ну вот и в них тоже кое-что содержится. По сути дела, искусственный интеллект, овладев правилами грамматики, способен порождать осмысленные языковые игры и жизненные миры. Вот что мы получили в результате. Это просто применение генеративных грамматик Хомского. А вот почему так это стало возможно? И почему можно вот эту связь смело провести, которую раньше не проводили? Ну, все-таки понятно, что грамматика оформляет смысловые взаимосвязи в грамматические категории. Это не пустые какие-то придуманные категории, это смысловые. Ну, например, является ли категорией существительного языковым субститутом субстанции, то есть предмета? Или категория глагола субститутом действия или события? Вот в языковом пространстве каждая скажет «да» в объективном, там, знак вопроса. И вот во всяком случае в пространстве языка языковая форма относится к предмету, который она генерирует своими грамматическими формами, как формы сознания относятся к вещи в себе. То есть она не знает ничего о той вещи в себе, но о своем предмете она все может многое сказать. То есть как раньше философы мучились соотношением сознания к самим вещам, да, или к вещам в себе, вот точно такой же вопрос может быть поставлен к языку, к грамматике, как относятся к своему предмету, и мы это в теории знака еще осветим. Вот ту связь сознания и вещи в себе, мы с этой проблемой постоянно живем, и мы верим в эту связь, мы верим, что имеем дело с предметами реальности, но мы не можем ее гарантировать. И, собственно, учения философов, они связаны во многом были с этой проблемой. Вот, в частности, Лейбница очень изящно ее решал понятием предустановленной гармонии языка и мира. Вот она уже есть, предустановленная гармония. Следующая проблема, которая должна быть решена для того, чтобы искусственный интеллект заговорил. Коммуникационный поток и его разметка. Вот, обращу ваше внимание, то, что наша коммуникация действительно поток. Вот, поток слов, например, поток звуков, поток звуковых волн. И не только вот касательно звуков. Вот, если вы видели древние тексты, например, древнегреческие, или другие языки, вы обращали внимание, что у них нет разграничений между словами. Вот такого просто в древней мысли не было. Это поток букв, из которого уже, естественно, грамотный человек спокойно выделяет слова. Неграмм для нас это действительно авракадабра. То есть это требует разметки. И другой пример. Вот я могу им поделиться. Если вы когда-то расшифровывали речь, которую там пытается программа или искусственный интеллект расшифровать, то вы видите, как много ошибок она выдает. И эти ошибки, они в первую очередь идут из-за того, что она не может разделять правильно слова. То есть то, что для нас является словами, для нее является потоком. И найти вот эти границы, это очень нетривиальная задача. По сути дела, вот сейчас еще эти программы очень плохо работают. Ну вот, потому что они 50% слов не могут распознать. Они еще не способны сделать эту разметку, сами исходя из себя. Недостаточно у них критерий. То есть вот для того, чтобы понимать речь, нужно понимать его структуру. И коммуникационный поток эту структуру имеет. Эта структура и есть язык. И система языка, как выделили структуралисты, это структура синхронных отношений. То есть элементов между друг другом. И тут, если мы начнем вот эту структуру выделять, не надо двигаться от расхожего элементарного представления, что язык начинается со слов, потом там предложений. Все с точностью да наоборот. Для формы языка медиумом, то есть средством первичным, является предложение. Именно предложение является носителем фиксированного смысла. Вот с них начинается разметка. А вот для формы предложений уже медиум является слова. То есть предложения состоят из слов. Ну, а слова это здесь метки, такие устойчивые агрегаторы смысла. Для формы слов медиумом являются чернооздельные буквы или звуки. То есть мы видите вот эти наши представления, которые там буквы, слова, предложения. Это уже является разметка, которую мы получили вместе с нашим образованием. Если бы нас слушал инопланетянин, вот этого ничего бы он уловить не мог. И вот, собственно, язык, он и представляет собой комплекс смысловых ячейк, назовем их токенами, соединенных друг с другом рекурсивными семантическими связями или ссылками. Вот эту структуру надо и расшифровать, разложить. По сути дела, разметка текста, она вычищает эти структуры языка, обнажая содержащиеся внутри него смысловые связи. Вот ключевая предварительная работа, которая и содержится в этом понятии большие языковые модели. Большие языковые модели, секрет GPT, они должны воспроизвести эту структуру в цифровой форме, чтобы сделать язык контингентным для вычислительного разума, чтобы его можно было дешифровать. Большие языковые модели еще называются базовыми моделями, то есть они универсальны, относятся ко всем способностям и возможностям нашего языка. В рамках этой модели, это вот придумали математики и программисты, такие математические модели, токены представляют собой единицу слова, ее некий корень, такое ядро. И задача модели заключается в том, чтобы предсказать следующий токен в текстовую последовательность. Поэтому недаром говорят, что GPT это некий там очень крутой T9, способный просто предсказывать следующее слово. Почему он это может делать? Ну, потому что, если мы начнем вот эту структуру, разметку языка разбирать, то мы увидим, что семантические поля ограничены. Каждое вот слово включено в свое семантическое поле, да, и чем больше информации, чем больше этих связей, тем более ограничены смысловые траектории, по которым следует искусственный интеллект. И ему все легче и легче предсказывать, что будет дальше, что может пойти, да, когда мы говорим о фермере или груши, то сразу потенциал возможности резко сокращается. Ну, и грамматические слова формы, они служат ключом к формообразованию этих связей, то есть грамматика здесь уже непосредственно подсказывает, что будет дальше. То есть, вот преобразование слов в токены, токенизация, и наоборот, вот суть этого процесса. И в результате этой работы Latch Language Models, это слепок всех смыслов, спрятанных в языке. Вот какую работу, собственно, произвела подготовка к работе GPT. И что для нас это значит в контексте какой идеи это получило результат? Мы здесь и подходим к представлению об идеальных языках и идеальных языковых машинах. Тут надо привлечь представителей логического неопатизитивизма в лице венского кружка всех его представителей. У них такая коллективная мысленная работа. Значит, их достижение в том, в разработке, в различении теории естественного и чистого, то есть искусственного языка. Или по-другому, развлечение мета-языка, то есть базового языка, и формальных языков, то есть производных языков. Вот, собственно, они заложили основу концепции искусственных языков, которая сегодня очень важна в контексте наших обсуждений. Искусственный язык – это язык, созданный по правилам, лишенных внутренней противоречия, эффективно решающей свою задачу. Противовес естественному языку, да, который возникает по ходу культуры, ну, такой грубый, неоточный, там все время у каждого слова по нескольку значений, очень много внутренних конфликтов, очень много избыточности. То есть искусственный язык – это математический такой чистый, аккуратненький язык, где каждое слово имеет одно значение и так далее. В общем, говоря о языках программирования, мы представляем, о чем идет речь. Переводимы ли друг в друга искусственные, естественные языки? Вот это один из ключевых будет вопросов. В общем-то, да. И вообще, если знать правила трансформации, то любой язык переводим друг в друга. Это его ключевое свойство. И об этом мы будем говорить, когда подойдем к вопросу теории кода. Итак, если есть идеальный язык чистый, будет ли машина, интеллект, использующий искусственный язык, более совершенной языковой машиной, чем человек? И, в принципе, мы склонны ответить «да». И вот такие вот машины, которые четко, математически тоже разговаривают, коммуницируют на таком чистом, правильном, формальном языке, будут порождать идеальную коммуникацию языковых машин. Мы уже приближаемся вообще к понятию искусственного интеллекта. Но возникают несколько очень важных вопросов. А есть ли границы возможностей языковой машины? Есть ли проблема коммуникации у языковых машин? И вообще, насколько будут понимать или не понимать друг друга носители естественного и искусственного языка? Вот эти вопросы мы и на них и будем наталкиваться в процессе создания модели искусственного интеллекта. Но пока перейдем вот, ну, собственно, тоже к ключевой проблеме. Мы уже определили, что язык может создавать свой языковой мир. Но важно, конечно, не то, что там ЭВМ плодит какие-то там, генерирует какие-то там свои смыслы, а имеют ли они отношение к реальности. И вот здесь нам должна ответить теория знака. От означающего к означающему. Означаемому. И, опять-таки, немножко мы по-другому поставим здесь вопрос. Но в первую очередь рассмотрим внутреннюю структуру знака, что он нам может дать. И тут, обращаясь к терминологии Гусарля, выделяем два полюса знака. Ноисис, как акт полагания сознания, и ноема, как полагаемое в сознании. Вот здесь очень важно у Гусарля, что в его трактовке знака он остается внутри сознания, как акт сознания и как то, что сознание полагает. Вот, собственно, здесь и встает вопрос тогда. То, что полагает слово языка, насколько его значение соответствует объективному предмету. Вот это, собственно, никто не может сказать. И тут я делаю традиционное для всех философов дело, которое ставит под вопрос вот это наше наивное восприятие мира, что нам кажется, что мы имеем дело с предметами, с объективным миром. Но философы, когда начинают это все анализировать, потихоньку освобождают нас от этой иллюзии. И оказывается, что мы не имеем с ними дела. Это или вещь себе, или некий предмет себе за пределами нашего сознания. И, конечно, все-таки эта связь должна быть. Соответственно, если такое соответствие между словом и предметом есть, значит, наша речь осмысленна. Если нет, то нет. А если соответствие под вопросом? Ну, а главный вопрос. А если предмет, о котором мы говорим, не может быть удостоверен никаким иным способом, кроме языка. Вот если раньше мне любой мог как-то возразить, ну, там, вот предметы и живем, и все реально. Отстань. А вот сейчас мы будем говорить о языке и тех его применениях, которые не могут быть удостоверены ничем, кроме самого языка. Это мы, по сути дела, возвращаемся к средневековой проблеме универсалей. Как познать абстракции? Что это такое? Ну, прежде два понятия из теории знаков. Тут есть такие термины динатат и диссигнат. Динатат – это тот предмет, на который отсылает знак. Когда это материальный предмет, стол – это очень просто. Диссигнат – это концепт, который содержит слово, обозначая предмет. То есть, стол – это то-то, то-то с такими-то характеристиками. Тоже там примерно представляем. Так вот, а если мы… И вот, как правило, теория знаков, она все время апеллирует вот этими простыми вещами наивными. Да, знаков, показывающих стул или стол. Да, давайте вот этот уровень покидем и спросим по-другому. А как познать Бога? А как познать универсалию? Вот когда одна кошка и много кошки, мы понимаем, к чему определяет, к чему относит нас слово. А когда это добрые дела и добро как таковое, вот там уже начинают наши вот эти вот стрелочки стрелять в пустоту. Ну, а те, кто… Ну, а в религии, видите, тут тоже Бога так его вообще никто не видел, да? А при этом это там самая важная истина. И еще и говорят, что Бог живой, он должен быть живым, а не просто там каким-то абстрактным. В общем, много вопросов, поэтому вот то, куда в пустоту эта стрелка означаемого, означающего посылает, это такой сферой дискуссии и остается. И тем не менее, мы с этим живем, и целая культура основывается на понятии Бога. Это гораздо важнее, чем то, что существует стол или стул. Да, то, что Бог существует, это в тысячи раз более истина, чем то, что существует стол для многих культур. Ну, и таких понятий-то на самом деле очень много, как добро и зло и все остальное. Через что мы определяем правильность вот этих наших знаков, слов? Ну, один случай, чем через контекстное описание. То есть это случаи, когда мы не можем вот показать предмет, да? Почему мы так говорим? Вот в этом случае мы обращаемся к контекстному описанию. То есть описываем этот предмет через другие понятия. Или мы обращаемся к культурному опыту, когда мы описываем через опыт других людей, через мифы. Но в том числе вот о богах мы вот так рассуждаем, да? Мы не видели, другие видели. Через альтернативный опыт, опять же, опыт мистики, чувственный опыт мы не видели, но есть более правильное зрение, чем вот обычное наше зрение. Ну и так далее. В общем, мы начинаем это описывать беспредметно. И поскольку это вот очень много таких понятий, они вообще ключевые, вся наша культура из них в первую очередь состоит, то, рассказывая любую историю, человек, по сути, вовлекает опыт своего сообщества. В своих представлениях он опирается именно на опыт других людей, а не вот на стол или стул. Человек это понятно, мы знаем, да? А вот как, соответственно, использует опыт человеческого сообщества машина? Вот это вот один из ключевых вопросов для возможностей искусственного интеллекта. И тут мы изучим вот этот вопрос, опираясь, опять-таки, на французов, которые очень, вот эти два полюса знака очень ясно отделили как означающие и означаемые. И, собственно, весь структурализм, особенно постструктурализм, он относительно вот этого вот ключевого различия. Означаемое у французов рассматривается как реальность, заведомо самостоятельная, не охваченная, а лишь затронутая знаком. И, соответственно, между означающими и означаемыми возникает сложное отношение, которое асимметричное, неэквивалентное. Из этого и возникает, собственно, целая философия. Это новая оптика на отношение языка и реальности. И мы благодарны ей таким философам, как Бадрияр, Барда, Реда, Делес. И, в частности, один из выводов вот этого, этой пропасти некой, тезис Ролана Барда о языке и литературном творчестве, которое в свое время такую вот тоже сенсацию, дискуссию вызвало, его утверждение о смерти автора. Он один из первых, который жестко там заявил, что в литературе живет язык, а не автор. И художественные произведения – это творчество языка, а не автора. Вот абстрагировался от него. Соответственно, исходя из такой постановки вопроса, культурный мир вообще – это есть бытование и жизнь языка. И тот, кто говорит, здесь не так важен. Вот, собственно, исходя из этой же интуиции, искусственный интеллект можно воспринимать как феномен языка, а не робота, а не той программы, которая способна это делать. Сегодня очень редко кто смотрит именно так на вещи. Но дальше, а дальше вот о конфликте языке и реальности – это как раз самая интересная ситуация, которую французские философы назвали понятием симулякор. Симулякор – это значение, которое не имеет предметного соответствия, но имеет полноценную контекстуальную жизнь в языке. Ну, по сути, то, что я вот до этого как раз и описывал. И вот мир, сотканный из симулякров – это медиа-реальность. И ведь это наш мир. И вот об этом мире, в этом мире очень много своих таких новых свойств, в первую очередь. Это мир, в котором нельзя верифицировать утверждение. По сути, это мир, в котором нет правды. Далее, это мир, как языковой эксперимент. Как если бы? Почему бы нам не следовать языковой реальности, а не физической? Вот вообще можем ее ставить под вопрос и игнорировать. И это гибридный мир, да, в котором не просто там, вот нет просто симулякров, а в нем и реальности симулякров – это две стороны одного и того же. И вот в такой симулированной реальности нельзя отличить, где правда, а где симулякро. То есть они еще и взаимно перемешаны. Вот этот мир, если дальше его очерчивать, это мир Гиде Бора, или вот в художественном воплощении, я бы сказал, мир Пелевина. Мир-спектакль, демонстративный, мультимедийный, гипертекстовый мир. Все это виды гибридов, это виды перемешивания реальности и симуляторов. И вообще, если брать нашу эпоху, наше общество, то постмодерновый, постиндустриальный цифровой мир – это мир гибридный. Это и есть мир искусственного интеллекта. И только в таком мире, скажем так, искусственный интеллект возможен. Вот это вот ключевые вещи, которые мы оставим за рубочкой в памяти. А теперь перейдем к цифре и числу. Почему цифра в контексте всего этого? Вот почему ее вообще вылезло так вот в нашем культурном мире? Каков антологический и гносиологический статус числа и цифры? Ну, первое число, разумеется, отражает количественные отношения реальности. Второе аксиома – число абстрагируется от качественных содержаний. То есть оно становится основой понимания формальной рациональности. Это все, что мы наработали, осмысливая природу числа. Далее. А что такое математика? Ведь математики нет в природе как таковой. Математика – это опять-таки абстракция, это коррелят вот той формальной рациональности. И если вот связать то, о чем мы говорим, то мы понимаем, что математика – это просто язык, да, некий. И, напротив, язык – это тоже, как мы говорили, некая форма математики. И если там искать место, где локализуются математики, то это и есть язык. Математика живет внутри языка и нигде иначе. И математика – один из языков жизненного мира. Мы знаем с вами все тезис о том, что сколько в предмете математики, столько и науки. Принадлежит ему новинку кантуру. Но сколько в самой математике наука? И почему математика складывается в модель науки? Как это происходит? На эти все вопросы, ответы есть очень разные. Но вот главное, что эти рассуждения приведут нас снова к такому необычному выводу. Ну, первое, заметим, что если раньше классическая математика, классическая физика, вот они и объединялись в то, что мы понимаем правильная, там, настоящая наука, классическая наука, уже в 19 веке, неклассическая математика съела классическую математику. А в 20 веке математическая логика съела классическую логику. Что я имею в виду? То, что те понятия, которые выскочили из неклассической математики и перепрыгнули потом в неклассическую логику, это теория многомерных пространств, отрицательных величин, это многозначная и нечеткая логика. То есть, в отличие от классической науки логики математики, там, где мы считаем цифры, предметы, математика считает предметы, логика опирается на закон исключенного третьего. Между да и нет, ничего нет. Вот это все исчезло и оказалось, что при определенных предпосылках и при предположении, что определенные предпосылки не верны, эти вот аксиомы нашего мира не работают. То есть, прямые встречаются, где-то существуют отрицательные числа, как-то как-то нельзя посчитать, в физическом мире они не существуют. То есть, много чего не существует в физическом мире, существует в мире неком математическом. И оказывается, что если математически манипулировать несуществующими объектами, получаются интересные вещи. Раскрывается строение невидимого мира, условно, мира античастиц, антипредметов, всего. И я бы сказал так, сколько в предмете математики, столько и симулякров. Именно вот математика есть путь к этому внедрению небытия в бытие. И, собственно, калькулятор превратился в искусственный интеллект не потому, что он умеет считать, а потому, что он умеет оперировать несуществующим. Он дает вот этот эффект, который несет в себе математика, математика, оперирующая небытием. Ну что ж, а теперь перейдем к вещам, которые связаны с кодом, с теорией кода. Мы так прошли по тому, что такое язык и что такое знак. Язык – это код, но код – это очень специфический, это знак, обозначающий другой знак. Не любой знак будет кодом, да? Кодирование информации по определению процесса преобразования сигнала из формы, удобной для непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической переработки. То есть кодирование – это перевод информации из одной знаковой формы в другую. Вот это существенное. Но и код в рамках кодирования – это всегда неживой язык, да? Это не просто искусственные языки, но это назначенные, произвольные языки. И теперь обратимся к нашей теории восприятия и возникновения знаков в когнитивной эволюции. Мы с вами знаем, что существует первичная сигнальная система. Воспринимаются сигналы восприятия, воспринимаются сигналы, которые мы видим. Существует, и она уже свойственна именно человеку, именно разуму. Вторичная сигнальная система, когда воспринимаются сигналы заместителей. Ну, то есть, собственно, абстрактные знаки, буквы и так далее, о которых мы имеем дело. Но уже животные там к определенным системам знаков, то есть кодированию способны. Ну, и, наконец, поднимаясь выше, мы можем говорить о знаке знака, язык языка. То есть, ну, скажем так, третичные, на самом деле не третичные, конечно, сигнальные системы, когда знаки – это заместители и заместители. Вот это и есть абстрактные сущности. Вот это, собственно, уже очень сложная высота для манипулирования мозгом, да, и здесь, если идти еще выше вот на эти порядки, человек уже не сможет манипулировать. Это уже очень сложно для нашего естественного мозга, да. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, что посмотреть, не обернулся ли я. Вот эти вот завороты, где два не или три не, вы сами знаете, мы уже не можем это отслеживать сознанием. А, кстати, искусственный интеллект может, да, такие вещи делать легко. Но речь не о том, мы говорим о коде. Вот если знак отсылает к другому знаку, то что появляется система. И код, его первичное смежное понятие – это именно система. Знак не существует сам по себе. Он существует только в системе. Поэтому вот те знаковые системы, о которых мы говорим, это кодирующие системы. Где речь идет в первую очередь о системе. И, собственно, вот главная суть или тайна кода в том, что независимо от того, какое отношение система знаков имеет с предметным миром, то есть какова ее семантика, она должна иметь корреляции с иными системами знаков. То есть каждая система знаков образует свой замкнутый мир. Ну, тезис, к которому мы уже не раз подходили. Но что из этого следует? Я бы так назвал, речь идет о какая реальность стоит за кодом, и стоит ли за ней какая-то реальность. Начнем с того, что речь – это объект, объект физическими объектами, то есть акустическими сигналами, звуковыми волнами, не бывает ни физических коммуникаций. Для любой коммуникации речи мы нуждаемся в медиуме. Но материальный этот компонент, он является только медиумом. Он не является смыслом. Он несет смысл, но он никакого отношения к смыслу не имеет. Вот это наш звуковой, акустический образ. И кодирование – это трансформационные правила перевода. И совершенно из разных вещей, в разные языки и разные материи. Давайте проведем с вами такой мысленный эксперимент. Какое-то наше сообщение сначала переведем в азбуку Морзе, потом его же транслируем морской азбукой, потом через письменность, потом в звуковой речи. И вот вы увидите, что вот в этих переходах что происходит? Они интендируют слово как мысленный образ, но у самого этого мысленного образа нет формы. Он существует в смене этих форм. И вот скажем, и каждый имеет свое. Вот речь, работающая с акустикой, она сложнее письменности на самом деле, которая имеет дело с знаками, написанными на твердой поверхности. Каждый медиум, причем, порождает свои тексты и языки. И вот медиум-машины ЭВМ и искусственного интеллекта это вообще говоря, бинарный электронный импульс. Это вообще самый простой язык, но формирующий самые сложные тексты. Ну, все-таки, главное мы фиксируем, что в процессе кодирования происходит освобождение от формы, от медиума. И происходит выкристаллизовывание смысла. Вот того самого небытия, которого очень сложно поймать. И, собственно, коммуникация, есть обмен кодами, которым нет касания с физической реальности. Она как бы скользит через эти медиумы и несет вот то, что оно несет. А что оно висит? Здесь несет очень такую важную специфическую вещь, чтобы понять, что это. Вот обращусь к тому примеру межперсональной коммуникации. Какова ее цель общения между людьми? Намерение привлечь внимание и оказать такое влияние на собеседника, которое было бы согласовано с собственными намерениями говорящего. Вот, сказал немножко длинно. Но давайте вот как сравним. Мы можем влиять на другого человека двумя способами. Первое – ударить. Это будет физическое действие. И вот теперь понятна противоположность к коммуникативному действию. А вот коммуникативное влияние мы пытаемся побудить к тому же самому. Это называется илокутивным действием. Различие очень очевидно. Или вы деретесь, или вы ругаетесь. И вы видите, что в нашем мире мы склонны ругаться, а не драться. Так что в коммуникации общества, в этом и есть вывод, не присутствует физическая реальность, а только смысловая. И коммуникация – это по сути дела перевод не физический, в смысловой режим. И в то же время понятно, что смысл не может телепортироваться, любой коммуникативный акт имеет физический носитель, но мы при этом не задумываемся о медиуме. К чему я это говорю? О том, что мы пришли к четкому пониманию, что в сложении существуют две параллельные реальности. физическая трансляция, реальность медиума, и смысловая коммуникация, реальность кода. И между ними, по сути дела, нет пересечений. Между ними только некое соответствие формы. Вот это вот несовместимость или соответствие, это, скажем так, есть одна из центральных философских проблем, то есть проблемы взаимоотношений идей и материи, природы и духа. Ну, она же и есть, как мы увидели, означающего и означаемого. и что уже тут, на чем делаю акцент я, что для человека и общества мир духа и коммуникации несопоставимо первичнее, чем материя и физическая реальность. Вот что бы мы не хотели об этом думать. Это его жизнь, и это, как говорится, основа. И перемещение в смысловом мире осуществляется мыслью, впоследствии к коду. Вот если мы переместились в ту мысль, которую я попытался донести, давайте задумаемся, что вот эти правила и возможности мысли нашей коммуникации, они гораздо шире границ физической реальности. Мы можем помыслить, собственно, обо всем. Но ведь не все возможно. Так что ставит границы этой реальности? Вот граница ей ставит как раз представление о первичности физической реальности. То есть вот это представление о первичности физической реальности является важным условием создания границ и структуры коммуникативного мира. это предпосылка возможности коммуникации нашего коммуникативного мира. Это все я веду к тому, что коммуникативный мир это и есть реальность, которая имеет дело искусственный интеллект. Но для начала зафиксируем все-таки немножко больше этой самой коммуникативной реальности, которую мы опять же как воздух почти не замечаем. Здесь привлечем Юргена Хабермаса и его теорию коммуникативной рациональности. Немножко усложню контекст. На первое место учение Хабермаса оно противостояло теории Вебера о социальном действии. И у Вебера было две концепции рациональности. Цельно-рациональное действие, которое к чему-то стремится и обязательно достигает цели. И ценностная рациональность. Ценная рациональность как раз вот эта вся наша сфера, где мы не стремимся, ну, когда мы действуем, не стремимся чего-то достичь, а просто реализуем свои ценности. Вот цель-рациональную сферу Хабермас обобщил как понятие стратегическое действие. То есть действие, имеющее некую субъективную цель, направленную на эту цель. И, собственно, ну, поскольку Вебер доминировал в социологии, вот уже сложилось такое представление, что каждое наше действие имеет эту цель, что это и есть настоящая такая действительность. То есть стратегическая функциональная рациональность это рациональность, направленная на субъективные цели. И вот, собственно, ей Хабермас противопоставил понятие коммуникативной рациональности, то есть рациональности, направленной на взаимопонимание. Для социологов это там звучало немножко там странно и смешно, но это то, о чем мы говорим, это не серьезно, это коммуникативная рациональность сопровождает. Опять мы возвращаемся к нашему коперниканскому перевороту все время, да, она вторична. Но вот тезис Хабермаса, то, что она первична, то есть коммуникативная рациональность является предпосылкой возможности любого стратегического действия в социальной среде. С нее начинается. она первична как социальная подоснова общественной жизни. И вот тот тезис, который еще раз к нему прихожу. Искусственный интеллект имеет дело и поглощен коммуникативной рациональностью. Он не имеет прямого выхода на стратегическую рациональность. То есть условно говоря, с реальной жизнью он не имеет дело и с постановкой целей. И в отличие от человека границы виртуальной коммуникации искусственному интеллекту ставит не реальность, а человеческий опыт. поскольку у него нет тех границ, которые я сказал, физического мира, его границы это наш мир. И вот следующая страница наших рассуждений это когнитивные условия возможности искусственного интеллекта. Органы чувств в текст и опыт. И мы сейчас снова вернемся к тем наработкам достижениям искусственного интеллекта, что мы получили сегодня. В первую очередь там я уже тоже не раз говорил, что искусственный интеллект получил возможность воспринимать, видеть и формировать свой опыт. Как и видит. Искусственный интеллект конечно же не имеет возможности получать данные первичной сигнальной системы от органов чувств. Он может работать с информацией об этих сигналах. И вопрос достаточно ли это ну вот собственно вот главный сейчас сенсация в том, что да достаточно. почему? Потому что он может работать с описаниями предметных объектов переведенными на язык пространственно-временных параметров. Пространственно-временные не случайно, потому что они именно описываются цифрой. Вот те результаты нашей чувственной деятельности, которые не описываются цифрами, он остается к ним слеп. А вот пространственно-временные вещи с ними он отлично работает. И по сути дела искусственный интеллект работает с интеллектуальным, то есть цифровым, мысленным, абстрактным образом этих предметов. На самом деле в этом ничего странного нет. Слепой человек, не видя предмет, способен сформировать мысленный образ предмета. И после этого он способен вести о нем речь на языке, как если бы он его видел. То есть слепые прекрасно пользуются языком, используют эти мысленные образы. И вот ставив соответствие каждому слову мысленный образ, искусственный интеллект может обходиться без того, чтобы видеть. Он производит операции с сигналов первого уровня сразу на второй, то есть пользуется знаками знаками знаков. Ну и язык соответственно для искусственного интеллекта функционирует в формате вторичной сигнальной системы. И соответственно обучение нейросети позволяет с каждым шагом ему сформировать более точное описание и параметры означаемого. То есть вот как решается вопрос в общем-то просто того, что он не имеет по сути дела контакта с реальностью, с физическим миром. Но этого конечно было бы мало. И чтобы понять вот следующий шаг я обращусь вот к традиции пиаже изучение когнитивной онтогенеза получения первого опыта и обучения у ребенка. В восприятии ребенка происходит вычленение вырисовывание мысленного образа предмета из первоначально хаотического потока впечатлений света и звука. Вначале там ребенок тоже ничего не понимает в этом потоке что к чему да и его опыт это рост параметризации объектов внешнего мира. Чем больше он трогает там руками и прочим предмет тем больше набирает представление его свойства из этого складывается мысленный образ каждого предмета и каждой вещи вот и пиаже собственно исследовал эту линию как развитие ребенка к абстрактному мышлению путем наращивания операционной мощности мысленных образов организованных вокруг слов и знак для искусственного интеллекта соответственно совсем не существует проблемы наращивания мощности когнитивных операций да его проблема это наращивание параметризации смыслового образа и он ее решает посредством машинного обучения и прямого усвоения человеческого опыта то есть обратная связь человека с машиной это и есть человеческий интерфейс машинного обучения аналогичного обучению ребенку поэтому вот в GPT тот момент когда он стал получать коррекцию от человеческих запросов это был тоже такой гигантский скачок действительно стал этот диалог превратился в обучение а в итоге искусственный интеллект сегодня способен усваивать человеческий опыт то есть он видит глазами человека при этом если опыт содержит полное описание параметров предметного мира то искусственный интеллект будет воспроизводить его в деталях там ничуть не хуже человека между знаком и опытом и лежит язык то есть коллективный отфильтрованный опыт сообщества но как опыт может храниться и передаваться так что язык является кодом для опыта резюмируя жизненный мир является потоком процесса коммуникации в котором опыт описывается языком этот опыт он сгорает каждую минуту но фиксация этого опыта в текстах дает искусственному интеллекту материал и наличие языка это ключ к расшифровке и использованию этого опыта вот ключевые ступеньки по которым мы двигаемся к тем возможностям искусственного интеллекта которыми он себе овладел и ключевыми является опыт язык и так почему искусственному интеллекту не нужны органы чувств обобщают и производят перевод содержания медиумов на язык смысловых образов и параметризация аналогов сигналов звуковые с помощью цифры превращает слепой и полностью зрячий язык дает искусственному интеллекту код для прочитки человеческого опыта в текстах ну а технология машинного обучения дает искусственному интеллекту способ формирования алгоритмов аналогичных обучений на ошибках у человека и способ творчества нового опыта то есть для искусственного интеллекта построена та же когнитивная карта что и у человека язык опыт память но они иначе работают и иначе компенсируют друг друга ну и переходим к последней последнему нашему модулю код как смысл и программа но прежде понятие текста у нас уже прозвучало обязательно используем наработки Юрия Локмана о тексте который уже один из философов который предвидел и предсказывал искусственный интеллект он различал два вида текстов ну первый простейший текст как линейное сообщение в котором язык кодирования и декодирование один и тот же по сути делают обычная трансляция сообщений и другие тексты с которыми в основном мы имеем дело тексты культуры эти тексты многоязычны они содержат в себе несколько языков и эти тексты кодируются и декодируются в разных семиотических контекстах свойства этого текста соответственно порождение новых текстов читаем Лотмана если мы определяем думающие устройства как интеллектуальную машину то идеалом такой машины будет совершенное художественное произведение решающее парадоксальную задачу соединения повторяемости и неповторяемости то есть Лотман интеллектуальной машиной называл не ЭВМ а художественное произведение то есть текст и это очень оригинальный взгляд на вещи как раз в русле того о чем мы сегодня говорим и здесь удивляться нечего для того чтобы текст заговорил необходим семиотический процессинг мозг мозг спит если его не наполнить текстом он ни о чем не думает и напротив если дать ему сложный текст сложный код мозг способен к эволюционному скачку то есть мозг конечно же не самостоятельный элемент вот этой всей ситуации семиотический он лишь агрегат сложного кода языка соответственно и калькулятор да с программы искусственный интеллект он сам себе ничего не стоит он тоже лишь агрегат сложного кода языка и чтобы вот обрисовать этот механизм работы искусственный интеллект лотман называет это блоком нетривиального перевода когда текст декодируясь в новой системе способен порождать новые языки то есть не только новые тексты но даже новые языки способен расширять языки вот здесь и происходит взрывной переход к культуре как системе нетривиальных текстов то есть развивается текст развивается в новые тексты и продуцирует вместе с этим новые языки так растет культура и то же самое происходит сегодня с искусственным интеллектом галлюцинируя фантазируя искусственный интеллект проецирует новые тексты декодируя старые ну и вы знаете можно ему строгость задать если вы запретите ему кодировать вернее генерировать новые тексты то он будет просто воспроизводить на нуле и если вы эту шкалу увеличите то он вам будет все больше больше фантазировать то есть создавать продуцировать новые тексты ну а мы с вами делаем вывод что нельзя рассматривать искусственный интеллект вне языка и текста иначе это будет пустой способностью к вычислительным операциям ну а теперь переходим к такому более предметному пониманию вещей потому что до сих пор мы с вами разматривали знак и язык в контексте проблемы понимания знак как код понимания но код может фигурировать как действие и тогда это уже не знак а команда и вот этот вот аспект имеет гораздо больше значения применения чем вот просто знак как понимание значит знак это понимание команда код для действия кодирование декодирование текста это понимание смысла а вот кодирование декодирование команд это программа действий вот собственно то что мы называем компьютером это и программированием это всегда алгоритмы и касалось представлял собой именно программы неких действий для компьютера и сама программа это фиксированный алгоритм действия по принципу если то который работает в парадигме причина следствия а вот машинное обучение оно реализует иную архитектуру задавая целевой результат она предоставляет программе возможность перебирать алгоритмы ведущие к этому результату и это уже очень похоже на работу сознания это совсем другая парадигма это парадигма средства и цель и вот именно использование нечеткой логики о которой мы говорили позволило вычислительному разуму отойти от модели алгоритма к модели цели вот это и раскрыло в ИИ вариативность творчества и те степени свободы которые раньше были для компьютера немыслимо а теперь что собственно означает программирование в природе ведь в природе не существует смысла генерирующих систем помимо нашего мозга и сознания однако вся природа она соткана из программируемых систем да и если мы так взглянем на вещи то увидим что любая система узнавая код она действует согласно коду и все процессы именно все изменения в природе это реализация неких программ кодом может быть восход солнца для растения он начинает цвести запах для животных наступление весны для цветения гормон для организма то есть код в природе это знак для изменения и все сложные меняющие системы в природе существуют благодаря коду простейший но очень такой яркий пример кода это вирус да некий простейший организм функции кода хотя это паразитический код но организм узнает его как свой и реализует и внедряет да этот код работает вот по этой схеме по сути дела работают и другие вещи например прежде всего обмен веществ в клетке тоже управляется событиями кодами и код это причина события но он и программа события да это какое-то вещество которое запускает узнается системой и запускает некие там процессы метаболизма ну и вообще код запускает системные процессы ну и как ключевой такой вот пример центр ядро сердца это пример ДНК и РНК которые в природе играют роль управляющих кодов выстраивающих сложнейшие механизмы это на уровне природы на уровне поведения эту модель реализует парадигма стимул-реакция в бихевиоризме ключевая модель устройства природы определяющая причинно-следственный порядок работы организмов и нервной системы и на дальнейшем развитии мы видим инстинкт это тоже кодированная программа поведения у животных организмов а на социальном уровне привычка ритуал и норма то есть система кодирования кодированная программа поведения у человека как вы видите вот система кодирования принцип кодирования пронизывает всю природу и природный и социальный мир если на него так взглянуть но чтобы построить из этого мало чтобы построить из этого цельное мировоззрение и включить в этот порядок природы и порядок цифры то есть искусственного интеллекта и для того чтобы обобщить все сказанное в некой теории кодирования мы привлечем концепцию Никласа Лумана по сути дела на мой взгляд ключевого единственного философа который действительно объединил природный социальный цифровой мир в единой парадигме в основе бытия в его концепции лежит рекурсия то есть выбор системы из утверждения и отрицания и ключевое понятие Лумана это бинарное кодирование то есть устройство любых систем включающие внутреннюю полярность жизнь любой системы это вот такая рекурсия утверждения и отрицания внутреннее полярное разделение в теории Лумана язык отражает способность символической генерализации то есть фиксации форм сложного кодирования доступного только сознанию в процессе коммуникации то есть язык у Лумана немножко совсем другую роль более служебную играет чем у структуралистов это некая фиксация для фиксации смысловых форм ну что интересно что Луман дал тоже полное понимание как работают почему именно так стали работать компьютерные вычислительные системы как мы сегодня имеем потому что цифровое кодирование основано на простейшие системы на двоичные системы это универсальная математическая модель отражающая суть устройства всех систем на земле и по сути дела цифровой мир он является логической изнанкой природного мира гарантируя их единство вот после того что мы понимаем что цифровой мир и наш природный мир строится на тех же основаниях логических математических операционных мы ну как бы все становится на свои места то есть Луман создает основу для обоснования единства физического цифрового мира без чего невозможно утверждение об единстве естественного и искусственного интеллекта собственно это уже финал наших рассуждений да подводя итог почему же заговорил GPT потому что существует ну как мы видим две системы психофизический интеллект то есть сознание это система способная кодировать впечатление органов чувств посредством языка в опыт и существует киберпсихический интеллект то есть искусственный интеллект система способная декодировать посредством языка опыт в пространство смыслового оперирования и GPT заговорил потому что мы смогли свести их вместе мы смогли построить язык посредством которого искусственный интеллект может усваивать то есть декодировать человеческий опыт о котором могут говорить и человек и машина то есть мы стали мыслить так что нас стало понимать машина вот ответ то есть не столько искусственный интеллект поднялся до высот человеческого мышления сколько человеческое мышление спустилось а точнее адаптировалась до уровня вычислительного разума мы заговорили на одном языке и так для искусственного интеллекта существует только коммуникативный мир этот основные тезисы по которым мы прошлись и границы его генеративных коммуникативных возможностей является не природа как у человека а человеческий опыт то есть природа опосредована сосуществование естественного искусственного интеллекта это специфическая форма согласования двух коммуникативных моделей разума gpt заговорил потому что мы дали ему язык который мы сами можем понимать мы дали ему площадку то есть совместно коммуницировать но это не наш язык это препарированный цифровой язык вычислительного разума при этом неважно мыслит искусственный интеллект или нет он осуществляет коммуникацию и это самостоятельный вид разума и конечно здесь есть и созависимости и взаимообогащение вот собственно та картина объяснительная картина который я пришел в процессе своих розысков и в заключении хотел бы провести изящную мысль юрия лотмана если человеку удастся создать полноценный искусственный разум то менее всего мы заинтересованы в том чтобы этот разум был полной копии человеческой в общем все интересное только начинается давайте познавать нашего нового брата по разуму и использовать его как мы можем благодарю вас всех за внимание на этом я завершаю так если есть вопросы я готов на них ответить вопросы только о скачивании презентации ну что ж надеюсь что мои размышления где-то вы вызвали понимание где-то непонимание где-то продолжение и на это продолжение рассчитываю мы только начале этого пути так что всем хорошего дня и интенсивной интеллектуальной жизни всего доброго коллеги